Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня есть жизнь одна, а вы не чё? 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 Продолжение следует... 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 Крым меня прочь, и звёзд в глазах твоё падает, и вновь смысла нет. И не только когда, не достоин, и не только когда, Вновь девочка, вновь девочка. Вновь девочка, вновь девочка. Да, не только когда, не вновь девочка. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Настоящим подарком для ливинских ценителей рок-музыки стал концерт, прошедший в минувшее воскресенье в зале городского дома молодежи. Что и говорить, давно наши рокеры не баловали поклонников таким колоссальным по своим масштабам концертом, который на сей раз отличал еще и качество звука. Пять совершенно разноплановых групп вышли в тот день на гостеприимную сцену городского дома молодежи. Гост, бывший Форест Гамп, легендарная палата номер 6, ветераны ливинского рока Занхи, сравнительно юная команда Кэш и гости из Орла Магистраль, где в роли слоу-гитариста выступил Сергей Животов, бывший вокал квадратной линии. Как заявили сами ребята, этот длившийся чуть более двух часов концерт они посвятили прошедшему дню космонавтики. Я думаю, знаете, вообще, ну, конечно, сейчас уже стало популярно, как-то, не знаю, символически стало отмечать концерты, все приуроченные каким-то датам. Я думаю, что надо почаще просто собираться на рону, отдыхать на концертах. И действительно, все они, эти пять групп, побравшие в себя различные направления рок-музыки, от пресловутого хэви-метал до относительно нового в нашей стране течения гранж, постарались сделать все, чтобы концерт действительно удался, а зритель вышел из зала удовлетворенный. Конечно, выступление каждой группы воспринималось публикой не одинаково. Одних больше слушали, под гитарный плач другие танцевали. И все же выступление каждой новой команды встречалось с бурными аплодисментами. Гост, кроме своих песен, вспомнил творчество Егора Летова и Виктора Цоя. Занки, как признанные мэтры ливенской рок-сцены, порадовали зрителей чистотой и качеством игры. Палата номер шесть подогрела публику. Кэш удивили тем, что игра и хэв-метал пели только на английском языке. А магистраль кое-кто даже решил сфотографировать. Юра, вот ваша команда, она относительно молодая. И я хотел бы спросить, а почему для своего самовыражения вы выбрали именно английский язык? Тут вообще трудно сказать. Ну, можно сказать проще просто. На русском языке рок-музыка, она не слушается. Это раз. И английский язык все-таки, он как-то резче. Ну, как? По звучанию все-таки человеческие слова, они все-таки, это тоже музыка. То же самое, что и гитарная там, или там фортепианная. Любая там, любой инструмент, голос, это тоже инструмент. Поэтому тут надо подбирать именно звук того инструмента, который соответствует этой музыке. К сожалению, за эти несколько минут мы просто не в состоянии рассказать о выступлении каждой группы так, как, быть может, нам того хотелось. И все же, даже несмотря на то, что в тот день зрители не так часто врывались к сцене, желая потанцевать, как это бывало ранее, на мой взгляд, в целом концерт получился ярким, динамичным и хорошим. Ребята, ну, напоследок у меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к высказыванию Бориса Борисовича Гребенщикова, что, дескать, рок-н-ролл мертв? Категорически не согласен. Рок-н-ролл жил, жил и будет жить. Ой, знаете, я согласен вообще. По-моему, рок-н-ролл умер. На рок-н-ролл видоизменился. Умер вообще, умер. Сдох как по сфере изна. Хорошо, но а если видоизменился, то как видоизменился наш ливилский рок? О, вот этот вопрос классный. Я могу дискутировать на этой теме. Он стал профессиональным. Ну да, в принципе, нормально. А как впечатление от концерта в целом? Конечно, было повеселее, но все равно радует, что хоть молодежь немножко поддержит музыкантов. Я рад просто. Я доволен публикой, доволен своей работой. Все-таки мы целый год убили на те 20 минут, которые мы сейчас делали. Это была работа колоссальная. Особенно в последней неделе я сплю по 2-3 часа в сутки, потому что у меня еще есть всякие проблемы дома. И еще надо держать группу все-таки, потому что это все... Я набрал ребят, которые вообще не умели играть, ничего. И начал их учить всему тому, что я умею. И вот в конце концов был результат, который вы видели и видели все. Я думаю, что все-таки хэви-метал в ливнах теперь есть. 1, 2, 3, 4 Мы с товарищем вдвоем оба ненавистники. Он не крышу ободрал, а я его наличник. Был у тещи я в гостях, ел стамина и холодец. Три недели с половиной до годов, как женивец. Был у тещи я в гостях, ел грибы отварные. И с улыбкой на устах целый день сидел в кустах. У меня на голове корова потерялся. Удивительный вопрос, как же поместилось. На дворе стоит телека и под солнечный грезет. А корова хубы-хубы никто замуж не берет. Телефонный код жилился, взял телушку и попал. Боль за это рассердился и зарезал с самого. В Москве моей ходила тросточка железная. Это все из-за тебя, милая, любезная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова